Друзья, вот еще одна Анна пришла по просьбе другой Анны, которую вы видели в моем светящемся главном дарк свадебном платье. И Анна помогала Анне делать мейкап. Ты визажист, я так понимаю, да? Да. Расскажи, что ты делаешь, кроме этого, и кто ты такая? Чем ты интересен? Я визажист-стилист. Я приехала в Нью-Йорк 7 лет назад. До этого я работала на телевидении художником-гримером. И сюда приехала как турист обычный, но потом я сделала себе визу по таланту, вышла замуж и осталась уже здесь. Здесь я работаю как фрилансер и подрабатываю также моделью, потому что сейчас это очень востребовано. В молодости я занималась модельным бизнесом и также занималась тем, что я работала как визажист-стилист и как художник-гример. Вот, поэтому здесь я работаю по этим направлениям. А вот скажи, насколько сложно заключается найти заказы, вот как визажист, как модель? В основном приходят через Инстаграм или через знакомых. Как, откуда это берется? Друзья приносят, дают заказы или это чужие люди обращаются? Скажем, меня больше интересуют не столько, как бы, такие бесплатные, как бы, работы, как то, что мы делаем сегодня, а именно вот как денежные, когда платят деньги. Откуда они берутся? Как правило, это те клиенты, которые уже наработаны. И это сарафанное радио, которое передается само по себе, да, то есть работает сарафанное радио каким образом? Я сделала макияж, потом кому-то это понравилось, кто-то порекомендовал, и так уже нарабатывается клиентская база. Более того, так как я работала на телевидении и в модельном бизнесе, когда я сюда приехала, я сразу же начала искать, как я могу быть востребована на этих площадках. То есть я начала искать площадки, где проходят кастинги, где снимаются видеоролики, где монтируются и также ведутся съемки для музыкальных клипов, для показов и так далее. И также на этих мероприятиях я представляла себя или работала и знакомилась, и потом уже меня также по рекомендации передавали. Понятно. То есть это достаточно медленно и как бы не очень корпоративно будет, ну, знакомые там передали. А как вот из этого сделать как бы прикорм, который больше, скажем, дает денег? Может, там, скажем, ты заказ умеешь раз в год, раз в месяц, а как это сделать, чтобы это был каждый день заказ? Или там не 50 долларов, а 500 долларов. В чем секрет, скажем, работам, которые более-менее нормально, благородно оплачиваются, нежели за опеки? Опять же, если хочется наработать эту практику и эту базу, то можно идти в любой магазин и там работать как мастер, то есть работать как визажист и продавать ту или иную косметику, линию косметики. Также это более стабильная, такая прибыльная и та сфера, где можно заработать деньги, потому что, как вы знаете, в Америке надо платить счета, и тут невозможно сидеть месяц без зарплаты, а потом раз, и у тебя вдруг какие-то есть проекты, и ты за это получаешь деньги. Опять же, это история для тех, кто не был в этом бизнесе. Так как я работала с 18 лет в индустрии красоты, и я еще с тех времен в России работала на телевидении, и у меня очень много знакомых и людей, которые меня ценят, и также, например, я сижу, ничего не делаю, у меня нет работы. Мне вдруг звонит телефон и говорят, вы можете через час приехать в ООН, срочно нужен макияж для МИДа Российской Федерации. Да, конечно, как я должна приехать? На такси, на метро как? Сколько у меня времени? То есть, конкретные вопросы я задала, мне сказали, берите такси, через 40 минут вы должны быть там. Все, я выехала, я собрана, понимаете? Это бывают и такие. То есть, заранее нужно все закупить, все должно быть сложено, все должно быть организовано. То есть, это не то, что ты сидишь, ну, хорошо, я сейчас закуплю вот такие лан, сейчас я закуплю вот такие цвета, человек с темной, цветной или светлой. То есть, знаешь, бывают же разные типажи у людей и разные заказы у кого-то, разные там волосы, я не знаю, ты кроме макияжа делаешь, наверное, еще прически тоже. То есть, это не будут какие-то сложные пирамиды и конструкции на голове, там, с пароходами или с какими-то шляпами. Это будут легкие конструкции или легкие прически, которые будут актуальны на видео, на фотосъемке. Я делаю тоже много вокруг визажизма, но у меня много построено на мужском макияже. То есть, я работаю с очень богатыми визажистами, которые выступают перед судьями, я работаю с телевизионными, с такими людьми, которые часто бывают на экране. И бывают случаи, когда, скажем, на Оскар человек дает только ему билет, а его визажисту нет билета. Или он там может взять вместо визажиста, жену или маму свою. То приходится такому человеку обучаться самостоятельно, как наложить фаундейшн, как наложить, как бы не быть, скажем, ярко светящимся на экране и хорошо. То есть, я обучаю мужчин, которые являются голубыми, которые не знают, как себя привести в порядок перед камерой, как смотреться хорошо. И вот, который, скажем, обычно, скажем, юрист, который как бы перед судьями присяжными, там, аргию большой кейс, там, на миллионы-миллионы долларов, имеет визажиста. Но бывает, что он не может приехать или вовремя, там, нету срочного заседания, и он должен научиться самостоятельно делать. То есть, я обычно даю такой базовый кинокит, в котором все есть на стартовый кит, и там 5-6 уроков, когда человек, там, обучается, как себя подготовить к эфиру. И вторая часть, я делаю довольно-таки много совместных проектов с моделями, с визажистами. То есть, скажем, ты имеешь навык визажист, и как модель можешь выступить. Я имею навык, я могу делать фотки, я могу делать видео, то есть, могу продюсировать какие-то, снимать музыкальные видео и другие какие-то вещи, фэшн-видео. И, скажем, если я нахожу заказ, там, скажем, тот же самый российский какой-нибудь дизайнер или европейский, надо присылать коррекцию. Я беру такую модель, как ты, мы идем, там, на пляж, на Манхэттен, несколько мест фоткаем ее, снимаем видео, отсылаем footage. То есть, мы заработали тысячу долларов, мы ее поделили пополам. То есть, ты как перед экраном, ты вот как модель, как визажист, я как фото-видео, то есть, очень сложно сказать, кто должен больше получить, я за камерой или ты как перед камерой. То есть, мы часто это делим пополам. То есть, может быть, у тебя будут... ...отношения, именно так это работает, и так я работала уже, как приехала сюда. Это я не первый раз такое слышу, поэтому я к этому не нормально отношусь. То есть, это честно и это справедливо, потому что каждый выполняет свою часть работы. И тут не стоит говорить о том, что там надо кого-то обесценивать или говорить. Если это интересно человеку, человек делает. Если нет, окей. Бывают, как бы, заказы, там, если, допустим, им нужна темная модель, а они не хотят блондинку, как ты, тогда ты получаешь там свою долю за, как бы, за то, что ты нашла заказ, но нам еще нужно нанять, будет, там, модель в той тональности, цветовой, которую хочет клиент. Какой у тебя Инстаграм? Как с тобой связаться? У тебя есть, может, Инстаграм? Фотограмм Анна Миритлеева и фейсбук профайл Анна Миритлеева. Guys, check it out. Hopefully some cool pictures are. Я не знаю, чего я вдруг перешел на английский под конец, но обратите внимание, может быть, там есть хорошие фотографии на этом Инстаграме, интересные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!